Отряд диверсантов на 15 легковых машинах и одной грузовой ночью прорывался к селу. Жители села вышли на защиту. У них было мало патронов, они были хуже вооружены, но они защищали своих женщин и детей. Они дали отпор. Два часа длился ночной бой. В результате диверсанты бежали. Вы думаете это описание хроники боевых действий 41-го, 45-го? Нет. Это происходит сегодня, здесь, сейчас, в наши дни. И происходит это нигде-нибудь в Российской Федерации, в стране, где, как нам кажется, все давным-давно понятно и ясно. Где демократия, где много милиционеров, которые теперь уже аттестованы в полицию. Ну и что? Кто эти диверсанты? Ах, оказывается, это хулиганы. Оказывается, это стычка на бытовой почве. И никого не волнует, что все они почему-то относятся к определенной, этнической, не будем себя обманывать, преступной группировке, занимающейся крышеванием определенного типа бизнеса. И никого не волнует, что они ехали убивать и насиловать, вооруженные до зубов. Милиция не оказалась на том месте, где шел бой. Граждане России были брошены на произвол судьбы. Но они не стали жертвами, как в Кущевке. Они показали свой характер. И они победили. Но победили ли? Что произошло потом? Потом появились милиционеры. И жители Сагры узнали, что такое справедливость по-русски. Когда их стали обвинять в том, что они убили племянника, вора в законе, Заура. Это им в милиции объяснили. Не арестовали этого вора в законе? Не арестовали всех тех подонков, которые посмели ехать и уничтожать село, вооруженные до зубов и с криками «Аллах-Акбар». Не. Я не против ислама. Да я не против того, что в нашей стране живут представители самых разных народов, народности и национальности. Было бы смешно и глупо. Я сам еврей и не православный. Я против того, чтобы к гражданам нашей страны относились как к скоту, как к быдлу, над которым можно издеваться. Потому что когда милиционеры проводят допрос парня, которого за ночной бой надо награждать орденом мужества, они им говорят, что сейчас мы тебе подбросим наркотиков, как пишут в блогах, и ты никогда отсюда не выйдешь. Когда они против него возбужают статью о хулиганке, то я не могу не согласиться с оценкой данной в эфире радио Вести ФМ депутатом Единороссом, генерал-лейтенантом милиции Александром Ивановичем Гуру, который назвал это абсолютной ипотенцией милиции. Разгонять поганой метлой. Бастрыкин вылетел, чтобы понять, что там происходит, и разобраться. А что, кто-то не понимает, что происходит? Происходит то, что народ потерял веру, что его кто-то защитит. А это страшно. Не дай бог вспыхнет по всей стране, когда народ скажет, вы не можете нас защитить от бандитов, тогда мы начнем защищать себя сами. Только вы нам тогда потом скажите, где кончаются бандиты, и начинаетесь вы, люди, которые нас должны от них защищать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!